всем привет рада безумно вас всех видеть я надеюсь что 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 у вас сезон на уже в разгаре что у вас много детей много чеков много уверенности в себе и в своих силах что вы реально запустились классно и мы с вами как всегда в середине текущего месяца говорим про следующий месяц соответственно пока резида подключается я начинаю меня зовут шуляк анастасия я программный директор конвенции фитнес эксперт собственно россия фитнес я отвечаю за контент за спикеров и за то чтобы вы получали максимально полезную максимально ценную информацию но сегодня как раз в месяц я выступаю в качестве эксперта и я рассказываю про детский фитнес если вы первый раз сюда попали мы выкладываем записи но выкладываем их чуть позже потому что нам хочется встречаться с вами в живую соответственно так я вижу что ну наверное все наверное по максимуму сейчас уже все видят слышат мы говорим про ноябрь в детском клубе давайте я представлюсь как эксперт 20 лет опыта 50 клубов обучаю тренеров обучаю менеджеров умею продавать умею структурировать все что связано с процессами в детском клубе и делаю это реально хорошо с доказательными кейсами все прям как всегда рада видеть постоянных участников сегодня постараемся быстро постараемся продуктивно изначально кстати это эфир который завершает наш годовой цикл то есть если посмотрите на youtube мы выходили в эфир с этой темой каждый месяц и теоретически у вас каждый месяц есть подсказка от нас что еще сделать в следующем месяце к чему подготовиться что иметь в виду поэтому 12 эфир 12 максимально полезный максимально важный далее поехали я должна прям сто процентов должна пригласить вас на преконвенцию которая будет в рамках россия фитнес 17 ноября детский клуб давайте встречаться давайте обсуждать давайте делать это интересно максимально и вдохновлять друг друга здесь на самом деле старый скрин но на сайте на сайте преконвенции если зайдете уже есть информация с расписанием вы увидите что там воркшопы мы вы увидите что мы говорим про эффективность и собственно там на мой взгляд самые яркие практики теоретики у нас будет реально блоки теории блоки практики по урокам и все будет сочетаться чтобы вы ушли максимально вдохновленными с новыми идеями и с новым пониманием наверное тренировочного процесса то есть чтобы каждый ваш урок был дальше сказкой но сейчас про октябрь что нужно сделать что нужно помнить на что держать фокус в следующем месяце вы готовитесь к новому году это как новогодние елки так и фитнес каникулы января не забудьте вы думаете как увеличить продажи дополнительных услуг то есть в рамках среднего человека поработать потому что уже есть клиенты которые заинтересованы которые уже у вас что-то покупают и можно подумать как сделать до продажу как сделать максимально интересно как сделать максимально полезно здорово классно чтобы у вас были продажи каждый день чтобы пока высокие сезоны пока есть возможности пока есть высокий поток это приносило эффективность всему клубу и вам эфир традиционная как для менеджеров так и для тренеров стараюсь подбирать прям максимально нейтральные вещи чтобы было полезно и менеджерам детского клуба и тех кто работает с детьми в ноябре мы создаем настроение конец осени будет грузно грустно продумайте какие-нибудь позитивные вещи позитивные вечеринки продумайте как вы будете восстанавливаться и собственно терпение и релакс это про педагогов про себя потому что высокий поток потому что осень не совсем простое время потому что работаем уже в постоянном режиме и все больше и больше хочется отдыха а его нет там еще впереди декабрьские елки вот поэтому я рекомендую оставить эти четыре направления в ноябре как основные то надо вот кстати этот слайд он с эфира октября чуть-чуть да делала чтобы вы понимали что подготовка к новому году у вас уже идет и собственно уже должны быть анонсы да уже должны быть прогревы и участие то есть вы должны рассказывать планировать мастер-класс может быть про подарки про традиции нового года запускаете закрытые группы то есть те группы которые будут именно готовиться к самому мероприятию может быть у вас танцоры или театралы если у вас есть и чтобы почему говорю именно про закрытые чтобы детей максимально подготовить за это время к новому году далее бронь всех инструментов которые вам нужны для праздника это партнеры и это сейчас самая частая история подумайте кто бы с кем бы сколлаборироваться может быть кафе по соседству может быть мама которая фотографирует может быть видеограф который хочет быть клиентом вашего клуба но это нужно сделать сейчас и заранее и поиск я так называют талантов внутри традиционной истории кто у вас будет дедом морозом а кто у вас будет ведущим а а кто будет украшать зал то есть это уже сейчас история максимального распределения максимального поиска даже если вы делаете новый год под ключ и полностью приглашаете к себе на свою площадку какую-то компанию у вас все равно есть мероприятие около мастер-класс родительские собрания т.д 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 и каждое нужно готовить продумайте несколько форматов то есть я уже говорила про несколько возрастов и то что у каждого возраста есть свой формат и есть свои задачи ранние продажи или предзапись чем больше вы запишите сейчас тем больше вероятность что они дойдут если у вас есть возможность сделать продажи по выгодным ценам почему бы нет это даст вам стопроцентную гарантию раз а два это даст понимание что сколько детей у вас будет и соответственно сколько ресурсов вам надо несколько целевых аудиторий это не совсем про разные форматы и разный возраст это про то что есть дети которым нужен анимационный квест есть дети которым нужны соревнования в зависимости от того чем занимаются на что направлен интерес родителей и обязательно уже сейчас запланируйте время на репетиции я сама репетировала по ночам но не считаю это особо эффективным друзья мои если вы будете мне что нибудь писать ну например сейчас по этому пункту можно двигаться дальше или нет то я буду вам признательна потому что хочется участия у нас как всегда чат на на меня и на резиду дальше поехали фитнес-каникулы и интенсивы выходного дня я зависла на секунду но тем не менее новый год время для максимального наверное возможного зарабатывания денег на фитнес-каникулах то есть есть даже если вы не делаете полную неделю есть смысл делать отдельные дни потому что отдохнуть провести время не дома и желательно чтобы это время было максимально у нас хорошо делай отлично спасибо что разрешила ну смысле я здесь окей смотрите что делаем новый год все равно время когда хочется организовать свой досуг хочется чтобы он был максимально таким правильным родители будут об этом задумываться если они все еще об этом не задумываются сделайте так чтобы они задумались поэтому намекните уже сейчас должен быть календарь расписание цены у вас должны быть возможности педагогов и расписание заранее не так последний день кто будет вести лагерь а планируйте договаривайтесь обязательно запланируйте время на отдых как себя так своих педагогов понимаю что мы работаем когда все отдыхают но тем не менее себя надо беречь себя надо любить помимо того что надо просто зарабатывать деньги работайте по четкому сценарию то есть сейчас есть возможность прописать и фитнес каникулы интенсив сделать их технологии не должно быть каждое мероприятие первым единственным и таким как каждая неделя как новая нет мы хороши тем что мы можем создавать шаблоны создавать сценарий и по ним же действовать чтобы были отработанные схемы формируйте группы обязательно по возрасту интересам у нас был хороший летний эфир найдите июнь и июль и мы там говорили про то что если если там например на фитнес каникулы дети разного возраста слишком маленькие и да это все решаемо но эффективнее как показывает практика когда у вас счастливы дети потому что их ровесники и адекватная программа счастлив педагог потому что это управляемая история что может пойти не так и что мы с этим делаем почему я вообще этот слайд вписала ну потому что я сказала что осень мы говорим с вами про ноябрь и и бывают разные разные-разные случаи надо относиться к этому с максимальной такой лояльностью и пониманием что временами сложности случаются вот наши основные сложности на занятия пришел один ребенок ребенок не соответствует возрастной группе и вы не можете ничего с этим сделать например вы единственный тренер на данный момент ребенок не может заниматься в группе в силу настроения или особенности поведения написала я максимально лояльно ребенок не занимается сидит тихонечко боится ребенок плачет ну вот как бы стабильная осенняя история представляете если все 5 этих детей пришли к вам одновременно но да мы с этим вынуждены работать мы с этим вынуждены существовать и собственно помимо педагогических аспектов повторюсь нужно давать обратную связь родителям давайте поговорим на занятие пришел один ребенок ну попробуйте его сделать максимально интерактивным не меняйте формат занятия ни в коем случае вы ведете то занятие которое есть по той схеме которая у вас есть но старайтесь максимально добавить интерактива то есть либо вы играете с ребенком либо заменяйте игры на игровые задания ребенок не соответствует группе придумайте он будет либо наставником либо у него будут специальные задания ребенок не не может заниматься в группе в силу настроения особенности поведения особенно если вы по-прежнему один тренер что вы можете с этим сделать договориться предложить альтернативу смотрите все что я сейчас говорю это про момент здесь и сейчас на занятии ребенок не занимается сидит тихонечко боится создать доверительную атмосферу сделать так чтобы ребенок привык к занятию то есть может быть какое-то время дать на адаптацию ребенок плачет проговорить попробовать успокоить отвлечь если не получается искать контакты мамы звонить не надо мучить ребенка тем что вы пытаетесь его как-то анимировать надо решать по ходу волшебные фразы на сложные случаи если вы даете обратную связь родителю повторюсь осенью и у родителей тонкая душевная организация соответственно если вы даете обратную связь родителю какие фразы на мой взгляд могут вам максимально помочь что-то мешает ребенку как вы думаете что это давайте подумаем чем мы можем ему помочь с ну здесь вопросы такие более проективные мягкие не просто ведет себя плохо обозначаете проблему присоединяйтесь чтобы я могла понять как найти подход к ребенку мне нужны рекомендации специалиста если вы видите что очень резко меняется настроение если вы видите что есть явные ограничения по здоровью то вот такой вариант давайте поступим так я предлагаю заниматься в этой группе но если когда вы проговариваете правила давайте поступим так вы не будете покупать полный абонемент придете на следующее занятие платите разово а затем посмотрим то есть может быть это стабильная ситуация может быть это не стабильная ситуация надо понимать я вижу что это занятие не очень подошло имя ребенка но очевидно он очень любознательный я могу посоветовать вам вот какие-то занятия то есть смотрите мягкие варианты которые не обижают которые проявляют ваше участие но тем не менее обозначают проблему повторюсь мне кажется это очень важно потому что в ноябре будет уже затяжная осень будет хотеться праздника и настроение будет у всех не очень стабильное увеличиваем продажи что мы делаем когда увеличиваем продажи увеличиваем реализацию контролируем реализацию очень жестко реализация это про посещение регулярно правило контроль списания контроль ведения занятия контроль механики и собственно сами себя тоже контролируйте это важно без регулярной реализации не будет продаж увеличивайте регулярность посещений ходили один раз стабильно пусть ходят два раза стабильно и создавайте ценность каждое занятие должно быть важным не должно быть даже мысли пропустить это занятие через подготовку через уникальный контент через ваше отношение через позитив который вы несете попробуйте и все будет стабильно как работать со скоростью и ценностью то есть если родители сомневаются либо если это новички которые сейчас будут допокупать напоминаю у нас есть несколько таких форматов обоснования у нас есть логическое обоснование например старт группу уже был и сейчас у всех один уровень и вам надо присоединиться эмоциональное обоснование если вы присоедините сейчас то попадете на вечеринку или на поход в кино бонусы например места ограничены или подарок при быстрой регистрации или выгодные условия только в течение этого месяца и причина вернуться которую мы даем клиентов клиентам например начали дневник тренировок или начали готовиться к соревнованиям и соответственно вариантов нет используйте ну и зачем ты поднимаешь руку не жми на все кнопки подряд используйте разные разные варианты используйте разные разные механизмы но понимаете что вы ведете процесс как педагог вы говорите когда ходить в каком состоянии ходить что вообще делать и когда покупать когда присоединяться то есть вы как педагог с этим можете работать вы на это можете влиять вы как педагог можете влиять на посещаемость на отношения на атмосферу здесь ваша роль прям максимально важна и нужна я видимо ну хотя формат урок у нас формат лекции точнее мы заявляли 45 минут я уложилась в свои двадцать двадцать сколько у меня было двадцать одну минуту смотрите если у вас есть какие-то вопросы я на связи на связи всегда я сейчас не ухожу безусловно у нас еще следующий блок поговорим про мероприятия нам нужно с вами дружно позвать резидуум которых у меня уже три штуки в количестве людей и куча вкладок видимо с которых она организуется и если у вас есть вопросы задавайте но повторюсь ноябрь это высокий сезон это меньше творчество это больше работы связанные с с деньгами с реализацией с количественным показателем у меня включилось что-то выключилось знаете когда алиса включается сама по себе вот сейчас мне нужно подумать как ее отключить так двигаемся наверное и дальше я очень-очень сильно ты хочешь чтобы я тебя присоединила да ты уже с третьего аккаунта с четвертого аккаунта тебя тут слишком много да давай я эту выключу давай чтобы я в обители айтишника сейчас офигеть я нашла так ну что всем привет всем привет давай я у себя звук выключаю соответственно мы достаточно бодро и активно двигаемся по презентации все класс всем привет еще раз ребята всем привет класс я поехала дальше класс ну что мы делаем с вами в ноябре как зарабатываем в ноябре классно годовщины у нас сегодня да целый год класс да мечта настя была она хотела создать на ютубе большую поддержку годовую каждого месяца для инструкторов детского клуба детских центров пожалуйста используйте это потому что мы классно вкладывались в эти моменты ну еще и у нас веселые ну что поехали ну что это точно месяц когда нужно создать очень большую ценность дополнительных услуг для родителей потому что мы с вами идем самому большому это новый год итак я предлагаю вам сделать два пути этого вообще всего действия первый бумс нажала я предлагаю создать офлайн концерт потому что это всегда клево это вы увидите своих родителей вживую как ярмах и достижение то что сделали за два месяца дети типа контрольного среза либо сделать следующее вы создаете открытые уроки по своим урокам и секциям для родителей чтобы они это все видели дело проводите мастер-классы основанные на закреплении ваших навык которые вы создали на их совершенствование с детьми через классные поделки сувениры есть у вас секция творческая либо вы делаете штуку такую же онлайн через марафон каких-то классных видосов в ваших социальных сетях заодно их и продвигаете заодно вы создаете контент для ваших социальных сетей если сейчас еще этим прям сильно не задались вот вам еще один новый толчок почему я говорю про два пути оффлайн и онлайн потому что по большей степени будет зависеть от того что вы будете делать в декабре расскажу стратегию нашего детского клуба в стереотомате что мы в этом году придумали мы уходим постепенно от оффлайн мероприятий в виде стандартных утренников как это концертными являются когда мы при всех приводим где какие-то спектакли мы потихоньку от них уходим потому что мы поняли что эта штука не работает и решили сделать их выездными у нас есть классные какие-то туры в шишки называются так они это турваза она находится недалеко от города и мы собрались всех всех наших детей и родителей отправить вместе с нами туда и создать там такую атмосферу прям реального великого усика прям реально классно что там прям живет дед мороз и там же снегурочка да вот это вот в юртах как будто он находится там есть классные большие такие помещения для того чтобы можно было сделать и танцевальные какие-то вечеринки для детей там же точно есть и печка старая русская то есть какое-то такое колоритное место попробуйте найти и у вас чтобы создать какой-то выездной новый год потому что то что хочется взять взять всех детей и родителей и под своего крыло и их увезти куда-то или сделать оффлайн концерт прямо на новый год это очень хочется сделать то есть если например вы что-то сделаете какое-то большое оффлайн в декабре попробуйте сейчас показать это все через социальные сети то что вы будете это показывать в чат и родители это понятно вы это точно отправляете и каждую неделю да когда у вас дети что-то вы выступаете либо готовится к выступлению либо просто описывать какие-то видосики каких-то достижений в чат родительский скидывайте но и сделайте это вот таким моментом прямо через социальные сети проведите заодно вы повысите свою какую-то классную статистику и вашу кликабельность да в тоже любовь социальной сети для каких-то новых ребят вы будете больше появляться в каких-то других короче аккаунтах вот если сейчас это все начнется тем более реальный старт это ноябрь к новому году декабрь уже опоздали считаете вот поэтому надо делать сейчас итак про деда мороза тот раз я тоже рассказывала про деда мороза но у меня была идея вроде другая в этот раз я хочу сделать нечто следующее я помню когда мы еще работали несколько лет назад с с Кристиной Листяковой она создавала для нас следующие штучки мы обмеливались письмами с детьми из других world джимов из world джима ямайки из world джима сашай из world джима японии и мы отправляли свои классные письма детям туда и рисунки а нам прилетали там вроде блин нам из сингапура что ли прилетели классные иностранные вообще от других совсем детей да заграничных письма поэтому это было очень так классно и я помню что эти мастер-классы мы реально делали за деньги то есть не просто так что вы пришли на уроки творчества и все это сделали попробуйте создать реальным на красивом напечатанном старом типа листе не просто на бумажке написать вот это письмо для Иду Морозу а прям классное создать возьмите сделайте мастер-класс сделайте там какую-то клевую поделку даже ту же самую открытку напишите письмо деда Мороза вот у меня ребенку четыре года он уже у меня вчера говорит давай письмо деда Мороза писать я одно уже написала и он представляете до декабря сколько он мне попросит и я чувствую что детям это нравится чем быстрее ты напишешь деда Мороза тем быстрее он дойдет тем быстрее ты будешь в первой очереди на эти подарки вот как дети сейчас реально мыслят логично быстрее отправил быстрее типа в очереди пошел вот попробуйте прям так сделать сделать классный конверт насыпать туда вот эти самые блестки прям его запечатать как в этом девятнадцатом веке да когда там льют штучку и печатью его закрывают с той стороны сделайте реально такую магическую какую-то классную штуку потому что Новый год это про магию Новый год про волшебство пойдите с этой стороны потому что дети маленькие дети младшего школьного возраста они это все дело любят даже если там дети повзрослеть десятилетия говорят что Нового года там Дед Мороз не существует существует он живет в Великом Устюге вон у него есть адрес поэтому попробуйте прямо сделать это как совместный выход с детьми пойдем сделайте вот это все письма возможно не в один день а вас лучше и в один и прям попробуйте торжественно отправить реальному Деду Морозу вот на адрес который все знают и завершить какие-то классные чаепитием в вашем любимом кафе сделайте фотографии сделать это видео контентом социальные сети ваши пройдитесь вот таким способом по обычному дню рождения Деда Мороз как говорится итак черная пятница 24 ноября ярмарка распродажа среди всех детей а мне очень нравится тема ярмарок потому что дети там работают над своей финансовой грамотностью и то что они там обмениваются своими даже не просто не настоящими деньгами уже классно классно отражается пусть они обменивают свои вот эти не знаю какие-то карточки на которых будет написано или наклеечки или вы печати ставите что они купили игрушки столько-то штук что они продали столько-то штук и потом они вот эти самые карточки они обменивают на реальные классные брендовые какие-то ваши студии вещи на мерч тот же самый какие-то дополнительные занятия к вам на секции какие-то дополнительные ништяки там не знаю через там разрешите опоздать на следующие 10 минут например на тренировку если у вас есть ребенок который опаздывает и для него это там ну типа вау какой какое снятие стресса вот попробуйте сделать так это будет очень прикольно потому что дети любят обмениваться всякими штуками причем это они делают сами такое на добровольной основе потому что у меня например ребенок которого я не учу вообще делиться он я реально вижу когда он делится сам и это значит его реальное желание а тут у них и правда будет желание обменяться желание что-то купить поставьте попробуйте прям даже музыку как в магазинах чтобы это было такое динамично интересно кто-то пританцовывал сделайте маленький фуршет сколлаборируйте с вашими какими-то друзьями если у вас есть кафе рядом да либо есть мамочки которые пекут даже тот самый торт да бента тортик маленький попробуйте сделать это каким-то таким тоже на продажу его да возможно не выставят запартнете с кем-нибудь чтобы создать вот такое вот пространство для детей чтобы это шумело шумело и гудело вот 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 про ценность времени мне очень нравится вот именно вот этот момент потому что тогда когда они понимают что деньги это время для них ресурс времени становится самым важным потому что для взрослых сейчас это самое главное вот мы мы не успеваем что-то сделать иногда поесть вы все понимаете о чем я да и поесть и чай попить в одно место сходить поэтому вот так я сегодня тоже быстро вернись вернись все у тебя двадцать шестой слайд двадцать седьмой ставить не будешь вот он сейчас вот он я сделаю фотку за тридцать шесть минут мы собственно это опыт ну потому что ноябрь как таковой я уже говорила и в своей части это про высокий сезон это время когда блин надо зарабатывать надо планировать на будущее планировать ресурсы и надо прям максимально беречь себя и своих клиентов с точки зрения эмоций тут как ну немного высокий сезон у нас возможностей для творчества для какого-то фана это вот время когда надо пахать прям совсем пахать поэтому ну вот сори оно вот так ну что друзья мои давайте я еще раз вот сюда верну долго листать придется но мы не можем не пригласить вас 17 ноября еще раз прям сказать друзья летс гоу надо собираться надо уже покупать потому что во первых потому что количество мест ограничено потому что ну это при конвенции хочется пообщаться вживую пообниматься со всеми потрогать всех руками если будет много людей мы будем только обниматься это не совсем продуктивно поэтому у нас такой действительно хороший воркшоповый формат когда вы прорабатываете индивидуально вы заряжаетесь и вы выходите с максимальным вдохновленными как раз вот что делать в ноябре я только сейчас поняла что вот у нас есть что делать мы придумали на этом слайде можно было бы в принципе заканчивать приезжать к нам конечно же учиться и вдохновляться в том числе заряжаться на декабрь который всегда в детском клубе сумасшедший ну что удивлять пора пора удивлять ну подожди еще не пора удивлять давай я тоже готова давай все ты готова я готова пора удивляться поехали на самом деле вот видите мы пытаемся создать эффект шоу удивлять вас каждый сезон я видимо тяну время потому что а вот и удивление привет я отключила микрофон наушники соответственно тебя слышно так ура всем привет мы в одном месте запинали самое интересное да ладно бы она была в москве да но я в стеркли томате на этой позитивной ноте наверное мы и заканчиваем всех люблю всем спасибо на вот тоже спасибо надеюсь вам спасибо